Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что произошло у вас и подумать о том, как вам выходить из вашей ситуации, в которой вы оказались. Во-первых, сразу хочется сказать, что у вашей ситуации есть два. Да, варианты развития, которые вы вправе выбрать и которым вы вправе следовать. Первый вариант развития событий таков, что вы, ну, например, послушаете нас, послушаете то, что мы вам сказали, то, что мы вам подсказали, да, и, значит, приняв какое-то решение, скорее всего, получив подтверждение своему решению, которое вы приняли уже до того, как еще написали нам вопрос, вы просто-напросто пойдете это решение предварять в жизни. Либо, либо вы поймете, увидите, что у вас есть некоторые системные проблемы, и именно системные проблемы, то есть структурные, которые и привели к тому, что с вами произошло в итоге. И если эти структурные проблемы не поменять, то, соответственно, ситуация не изменится никак. Как бы вы ни поступили, что бы вы ни сделали. Во втором случае, вам нужно будет регулярно работать с психологом по направлению проблемы. Успешность работы зависит, к сожалению, во многом от вас. То есть, если вы готовы принимать изменения, если вы готовы развиваться, если вы готовы постигать новое и, таким образом, менять свою жизнь к лучшему, то я думаю, что у вас есть все шансы быть счастливой. Итак, вы пишете, не знаю, как поступить. Здесь сразу нужно сказать, что мы вам не подскажем, как поступать. Потому что, как поступать, вы знаете сами. Как поступать, вам нужно решать самостоятельно. Именно, как поступать. Другое дело же, что, может быть, вы не видите какого-то выхода из ситуации. Вот в этом можно вам, безусловно, помочь. Мне 54, мужу 51. Он изменял, а может быть, и продолжался. Ну, если вам изменяет ваш муж, то, определенно, это проблема в семье. И нужно разбираться в причинах этой измены. Как вам сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, что причинами измены могут выступать ваши роли в браке. Но, формально, это просто неудовлетворенность чем-либо. То есть, неудовлетворенность мужчины и неудовлетворенность ваших тоже. Потому что, ну, мужчина не видит, например, что вы счастливы, не чувствует себя причастным к тому, что вы счастливы. И, соответственно, он начинает терять веру в то, что способен женщину сделать счастливой. И ему нужно какое-то вот подтверждение. Этому подтверждение тому, что он способен сделать женщину счастливой, как мужчина. Вы говорите, может быть, и продолжает. Здесь явный намек на то, что вы как бы смирились с тем, что мужчина вам изменяет. И не верите в то, что можете это изменить. Даже плохо, потому что подобная пассивная позиция приводит к тому, что мужчина вас просто-напросто не чувствует. Он вас просто-напросто не ощущает. У вас нет своей позиции. Вообще, вообще, на протяжении всего вашего небольшого сообщения нет ничего, что указывало бы на вашу позицию, кроме того, что это плевок в душу. Но плевок в душу это скорее что-то связанное с обидой, нежели чем с тем, что вы как-то могли бы оформить свою позицию и как бы задать вопрос, а почему этот плевок в душу стал возможным. Далее. Значит, в результате родился сын. То есть, мочь системно изменяла. И вы знали об этом или нет? Если знали, то почему ничего не предприняли, а если не знали, но узнали сейчас, почему-то спор с ним. Да, вы ответили на этот вопрос и сказали, что боится остаться на дна. Об этом я еще скажу. Пока только так. Каково ваше отношение к изменам? Знали ли вы про них? Если знали, то почему не попытались что-то исправить, либо как-то нормализовать отношения? Почему не обратились раньше? Если не знали и теперь узнали, то, соответственно, как вы видите дальше? То есть, что для вас вообще значит измена? Как вы ее понимаете? Так, в результате родился сын. Ну, здесь момент какой? Значит, здесь момент какой? Был ли сын случайностью? То есть, был ли ребенок случайностью или это целенаправленная такая вот цель была вашего мужа? Продлить род свой. Действия у нас нет, причина во мне. Но это серьезная проблема и очень важно то, как оба вы относитесь к этой проблеме, как вы ее решаете, как вы ее разрешаете, что это значит для мужчины, например. И как вы относитесь к тому, что это значит для него, что это значит для вас и как он относится к тому, что это значит для вас. Это очень важный момент, потому что, ну, очевидно, да, что мужчина там мог, вот как вы говорите, мог он вам изменить, чтобы продлить род. Может быть, но вы-то, вы-то, вы не пустое место. Вы же для него что-то значит, вопрос в том, что и как он это коррелирует с тем, что сделал, с тем, что вам изменял. Не могу с этим грузом жить, с каким именно, с тем, что у вас нет детей или с тем, что он вам изменял и в результате родился ребенок у него. Ну, не очень понятно, не очень понятно, но в любом случае, если вы не можете с этим грузом жить, а уходить он не хочет, то есть он не хочет брать ответственность на себя за то, что произошло, то вам нужно эту ответственность на себя взять. И либо запретить ему приходить, либо подать на развод и развестись по следующим разделам имущества, либо разрешить ситуацию как-то еще более полюбовно. Но то, что вы говорите, что я не могу с этим грузом жить и то, что он уходить не хочет, это перенос ответственности себя на него. Потому что в том, что произошло, внесете ответственность вы ровно наполовину. Дальше, значит так, я тоже боюсь остаться одна. Почему? Понимаете ли вы, что если вы боитесь остаться одна, то мужчину таким образом вы как бы используете как средство, как средство для избегания одиночества. Понимаете ли вы, что мужчина, чувствуя то, что вы боитесь остаться одна, понимая, что вы в нем нуждаетесь, не ценит вас именно потому, что вы чересчур сильно в нем нуждаетесь. Соответственно, почему вы боитесь остаться одна, тем это связано и это отдельное направление в работе с вами, чтобы вы перестанет бояться остаться одной. Одна вы в любом случае не будете. Просто вам нужно подкорректировать свое поведение, подкорректировать свое отношение и грамотно выстраивать отношения с людьми. Люди из 60 лет бывают одинокими и неживо, выстраивают отношения. Да, может быть они не женятся, может быть они не создают семью, но по крайней мере они не одиноки. И вам нужно сделать то же самое, но для этого необходимо не бояться остаться одной. Вам только 54, вам не 70, не 80 и вы вполне можете еще нормально свою жизнь обустроить. То есть причина, по которой вы боитесь остаться одна, очень важна. Далее, ребенка усыновил. Но тут момент конечно такой, что ребенка усыновил, это вам оскорбление. Если вам это оскорбление, то как бы непонятно, почему вы не препятствуете. Опять же, либо из-за страха остаться одной, либо еще почему-то, либо вы считаете, что не имеете на это никакого права, но тогда у вас проблемы с самооценкой и именно с самооценкой вам нужно будет работать. Ездить не ащисть помогает материально. Понимаю, природа берет свое, но как ощущать, когда тебе плюнули в душ. Но, понимаете, если вы не решали проблему, то нет ничего удивительного, что это произошло. То есть была проблема, был конфликт, вы ничего не предприняли, чтобы он разрешился. В итоге мужчина разрешил его самостоятельно. Опять же, как вам сказал мой коллега, это нельзя однозначно назвать плевком в душ. То есть это вы злеете себя. И опять же, как это коррелируется с тем, что вы не можете с этим грузом жить и что он не хочет уходить. То есть вы принимаете его отказ уходить. Вы принимаете его отказ уходить, да? И как это коррелируется с тем, что вы не знаете, как жить, когда тебе плюнули в душ. Сможем ли мы достойно разобраться с этой ситуацией? Да, сможете, если оба обратитесь к психологу. Смогу ли простить? Только если сможете принять и если перестанете переносить его поведение на себя. То есть если перестанете думать, что в этом повинны вы. У мужчины выбор, он этим выбором не воспользовался, он не захотел уходить, он лично решил поступить так. И это, к сожалению, проблема исключительно его, что он так сделал. Ну, если, например, он хотел ребенка, если он хотел ребенка так сильно, что вам изменил, он мог бы сказать вам, что дорогая, прости, я понял, что жизнь с тобой не дает мне реализоваться, поэтому я сейчас с тобой разложил. Это было бы жестоко, но, по крайней мере, это было бы честно. Он предпочел вам изменять, поэтому это его выбор и вам нужно принять его выбор. А простить вы не можете потому, что это вас задевает, потому что это лечает вас того, что дает вам спокойствие, а спокойствие вам дает ваш муж, которого вы используете для того, чтобы бежать от одиночества. Вот получается, что проблема вся в том, что вы боитесь от одиночества, это А, и Б, это то, что вы явно, ну, у вас явно занедленная самооценка. Плюс нет четкой позиции, нет четкой позиции. По вопросу, то есть вы говорите, я не знаю, как поступить, а что для вас ближе? Вы будете терпеть оскорбления, вы будете терпеть унижения, вы будете терпеть то, что вы не единственные в жизни своего мужчины ради того, чтобы не быть одной, как вы говорите. Или вы все-таки будете одной, чем терпеть такое унижение. Каждый этот вопрос решает для себя самостоятельно. Это вопрос, скорее, выборы и мораль. А вот справиться со страхом одиночества и подняться в самооценку, это мы вам можем, в этом мы вам можем помочь. А в остальном это выбор, скорее, моральный выбор. Решать вам. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.